Ребят, всем привет! Записал этот ролик для тех, у кого проблемы с финансами, у кого проблемы с финансовой грамотностью. Благодаря этой таблице она помогает мне вести учет, сколько мне в месяц пришло денег, сколько я потратил, на что я потратил, где я могу сократить косты. Давайте сразу приступим к делу, не будем затягивать. По вкладкам. Мой капитал, вы можете туда вписывать все что угодно, ваш пассив, ваш актив. И здесь, исходя из этих цифр, вы можете понимать, какой ваш капитал, куда уходят деньги, рентабельность актива и так далее. То есть это все заморочено, это нам не надо. Мы берем основную вкладку, это кредит. Здесь мы вписываем, какие там у вас кредиты, например, вот карта, кредитная карта Тинькова, сумма на 175 тысяч, ежемесячный платеж 5500, дата платежа 1 числа, автокредитом 416 тысяч процентная ставка, ежемесячный платеж, ну и так далее по списку вы уже можете вписывать. Здесь указана общая сумма долга, всего сколько вы должны по кредитам и ежемесячный платеж, сколько вы тратите. Здесь все автоматически подбивается, вы просто вводите сюда цифры. Здесь вы пишите, например, если у вас семья или есть партнер, пишите, Руслан в месяц заработал, образно говоря, 200 тысяч. И, например, партнер пускай будет, он там заработал тоже 200 тысяч. И показатель кредитной нагрузки 12%. Как это связано? Если ежемесячный платеж 48 тысяч, а общая сумма у нас 400 тысяч, из этой суммы 48 тысяч это 12%. То есть это неплохая кредитная нагрузка, потому что из этой суммы можно потратить на это деньги. Но не то, что можно, то есть приемлемо. То есть это показатель кредитной нагрузки. Следующее, это год. Здесь, когда вы вводите по месяцам, справа внизу вы можете увидеть. Здесь у вас по каждому месяцу на целый год указана сумма, да, сколько вы в месяц заработали, сколько вы потратили, сколько в феврале заработали, потратили, и это март, апрель и так далее. Здесь указано, здесь я указал, просто написал Тинькофф, с каких банков мне поступали деньги. Здесь вы указываете Тинькофф, с какой карты, например, вам поступали деньги. Здесь указываете Озон, ну, образно говоря, можете указать либо здесь по именам, опять же, либо ваш партнер, либо это ваша жена, да, там муж, жена, муж заработал там 900, жена заработала 420 тысяч. Из всех расходов это, там, почти миллион. Но вот эти все расходы суммируются, когда вы вводите данные по месяцам, январь, февраль, март, да, вот, например, марта, сейчас у нас март текущий месяц. Здесь мы можем видеть, да, что, например, с Тинькофф мне поступило 190 тысяч с Озоной, ничего не поступило. Здесь вы также можете указать по фамилиям, либо по партнерам, там, муж, жена, муж заработал там 100 тысяч, жена заработала 50, общая сумма 150. Здесь вы понимаете, на что вы тратите деньги. На еду там у меня уходит, вот видите, потрачена красная зона. На еду ушло в месяц там 11 тысяч, на жилье 42 тысячи, на алименты ушло там 15 тысяч, на кредиты ушло 36 тысяч. И здесь общая сумма указана моих расходов. И здесь я могу понимать, на такси ушло 5 тысяч, я там, например, хочу сократить косты на такси, поездить на общественном транспорте, тем самым я сэкономлю 5 тысяч. Например, здесь я напишу бюджет, например, 3 тысячи в месяц. У меня здесь сразу написался, нарисовался минус. Значит, я ушел в минус от бюджета на 2 тысячи рублей. Вот, например, на примере с едой. На данный момент потрачено 11 тысяч, но бюджет у меня выделен 30 тысяч в месяц. То есть у меня еще 18 тысяч в запасе. Эта вся табличка, она дублируется вот сюда, чтобы было более-менее понятно. В денежном эквиваленте и в процентном соотношении. Я понимаю, что у меня из-за моих приходов 190 тысяч потрачено 134 тысячи. Это у меня расходов на 70%. И здесь уже остаток доход минус расход. 29% я в плюсе. То есть сколько я получил минус расход и сколько у меня, грубо говоря, чистыми остается. Благодаря этой табличке вы можете уже более детально подбивать. То есть здесь вы можете вписывать все, что угодно. Но самое важное, чтобы у вас билась табличка. Если у вас в пятой графе указан спорт, значит здесь вы тоже должны проставить спорт. Здесь вы можете любое значение указать. Сколько там семейный бюджет уходит. Сколько у вас там на машину, на бензин сколько вы тратите. И вы эти все данные вбиваете в табличку. И здесь у вас вот это доходы и расходы, они бьются. И вот здесь вы можете видеть остаток по чистой прибыли. Или перейти там в год и посмотреть сколько у вас были там приходы, расходы, доходы за год. Ребят, пользуйтесь на здоровье. Ссылку я оставлю в описании. Если вам понравился ролик, обязательно с вас подписка, лайк, комментарий. Напишите, как зашел вам такой формат. Нужно ли для вас снимать больше таких информативных роликов. Для меня это будет полезно. Я буду понимать дальше куда двигаться. Всем спасибо, пока.